привет сегодня выпуск номер три из серии ответы на вопросы подписчиков и сегодня мы поговорим о сладком итак какое же все таки можно позволить себе количество сладкого в диете без плачевных последствий все зависит от того какие уровни активности присутствуют вашей жизни например возьмем среднестатистического человека у которого базовый метаболизм 1500 калорий его задача для того чтобы худеть создавать калорийный дефицит его базовых 1500 калорий добавляем к этому общий уровень активности стрессы и прочие моменты за день и того мы имеем 2500 калорий которые расходуют его организм в этот день это может быть больше это может быть меньше в зависимости от дня недели либо от уровня его активности но среднем 2500 калорий и того в неделю мы имеем 17 с половиной тысяч калорий что нужно делать этому человеку для того чтобы позволить себе сладкое но при этом находиться на диете каждый день он не доедает например 750 калорий то есть его задача создать калорийный дефицит скажем с понедельника по четверг он кушает из тех калорий которые нас расходует 2500 он должен есть 1500-1750 используя периодическое голодание предпочтитель он тренируется это вообще замечательные условия если он будет тренироваться с отягощениями в зале если он добавит к этому процессу еще дополнительно кардионагрузку то расход ему в день еще больше увеличится но сейчас мы об этом не будем говорить возьмем просто человека который не занимается с отягощениями и не делает дополнительная кардио с расходом 2500 калорий так вот если каждый день он будет съедать 1500-1750 калорий это означает что за следующие 7 дней он создаст себе дефицит в его недельной диете и за 7 дней организм израсходует 17500 калорий а он употребит в пищу 12500 калорий того средний знаменатель за неделю 17500 калорий организм израсходует а если он каждый день будет делать дефицит и кушать 1750 калорий он будет иметь дефицит на неделе общий 5000 калорий и того он может позволить себе в конце недели какое-то количество сладкого какое количество сладкого это очень важно потому что если с точки зрения математики он возьмет все эти 5000 и съест за раз он создаст их вели время его не похудеет но нет тут вступает в силу такой уникальный принцип как термический эффект пищи то есть если вы съедаете за раз 200 калорий кпд организма 95 процентов то есть из 200 калорий которые мы употребили в пищу организм сможет использовать 190 для того чтобы направить их в определенные структуры либо в жир а если мы за раз едим не 200 калорий от 3000 организм сможет переварить и использовать для восстановления гликогена либо для запасания в жир из 3000 всего 2 или 1750 что мы имеем если человек за раз съест 4000 калорий это не значит что все это пойдет сразу в жир это значит что кпд организма будет понижена и он используют эти калории не все то есть можно позволить себе такой своеобразный обман жкт желудочно-кишечного тракта и организма 1 2 раза в неделю зависимости от вашего метаболизма то есть мы каждый день недели находимся в дефиците а потом один день мы делаем просто месиво из сладкого и естественно не забываем про свои пищевые обязательства в этот день то есть овощи мясо минимум гарниров мы употребляем то есть 1500 1750 калорий из нормальных продуктов мы съедаем а сверху мы добавляем например 2500 калорий из медовика или из какого-нибудь торта это абсолютно не означает что эти 2500 калорий пойдут в жир да если сохранять пониженные уровни активности жир пойдет из этих двух с половиной тысяч тысяча или 800 или 1250 опять же никто этого не знает но далеко не все пойдет в жир поэтому для того чтобы минимизировать переход излишка калорий жировые прослойки после того как мы съели читмил идеально это встать и пойти погулять то есть полчаса 45 минут активности дать организму часть этой энергии которую вы скушали превратить в энергию мышечную то есть сразу транзита а часть безусловно пойдет жировую прослойку но самое важное что здесь мы преследуем это психологическая разгрузка которая обязательно должна присутствовать в любой диете а особенно когда вы хотите находиться на этой диете постоянно я на своем примере всегда показываю что я кушаю все свои калории которые я обязан в этот день съесть из будь то рыбы мясо и овощей и обязательно я себе позволяю два раза в неделю море сладкого при этом у меня очень высокие уровни активности и это море сладкого никаким образом не транслируется в запасы жировые на время моего проекта минус 10 килограмм за 60 дней я ограничивал себя в один прием сладкого в неделю а сейчас когда я поддерживаю 75 76 килограмм веса тела я позволяю себе два а иногда и три раза сладко в неделю но при этом после приема как я уже говорил всегда нужно пройтись и быть активным и и и и и